По ту сторону рекламных счетов. Стоит только заглянуть за красочные постеры и видишь, какая разруха прикрывается ими. Трудно поверить, но здесь все еще живут люди. В этом доме заколочены окна и проломлена крыша. Еще в прошлом году упало дерево, но у хозяйки дома возможности подчинить ее нет. Она одна с двумя детьми. У меня мать, когда за отца замуж выходила, ее прописывать здесь не ходили, потому что дома под снос. Ну, как видите, мне уже 47 будет. У меня дети взрослые, дочки 24, сын 18. Мы здесь все стоим. И никому не нужны. Стоило поставить здесь рекламные счеты, как о жилых домах за ними тут же забыли. Как коммунальщики, так и городские власти. Под программу переселения из ветхого и аварийного жилья дома не попадают. Дело в квадратных метрах, которых нет. Сколько ходила, сколько писала. И нам ответ был один. Вы под нее не подходите. У вас частное жилье, вы не подходите. А потом я в газете прочитала, что по ветхому жилью дают столько метров, сколько у нас есть. 6 квадратных метров, все мое удовольствие. Здесь нет водопровода. За водой местные ходят на колонку на Михайловском шоссе, что примерно в километре отсюда. Свет есть, есть печка, удобство на улице, вода по Михайловске. У меня кто не спрашивает, как ты живешь, я говорю, очень хорошо. У тебя газ есть? Я говорю, нету. А вода? Говорю, вода на улицу. А как ты живешь? Я говорю, вот так вот я и живу. Соседка Ирина и Ольга проводят к себе домой. Чтобы согреться, топит печку, подкладывает дрова. Газопровода здесь также нет. Строить его в свое время городские власти не стали. Дома значились под снос, а теперь говорят, что жилища людей слишком гнилые, чтобы к ним подводить газ. Печку топим по утрам, по вечерам, как с работы приходим. Никаких удобств нет. Ощущаете, что живете в центре города? Ощущаем. Плокатами заградили, чтобы нас не видно было. В 2006 году у людей появилась надежда. Строительная компания «Кайман» собиралась выкупить весь квартал, чтобы построить новый микрорайон. 18 жилых домов, магазинов, аптек, поликлиник, филиалов, банков и культурно-офисных нежилых помещений. Рядом с их избушками долго стояли красочные плакаты, иллюстрирующие, как будет выглядеть новый микрорайон. Однако все, что успела строительная фирма, это выкупить лишь часть домов, после чего приказала долго жить. Незаброшенный район в самом центре Рязани остался на плечах властей города. Город же, в свою очередь, просто прикрыл гниющие развалюхи рекламными щитами. Не пугать же прохожих и гостей города местными видами. В пустующих домах, из которых люди смогли уехать, зимой живут бомжи, а летом спят прямо на улице. Летом тут и на бугру, и под бугром, и везде, где хочешь. Они тут чем только не занимаются. И пьют, и любовью занимаются, и все, что угодно. Наши коллеги, журналисты интернет-портала Я-62, назвали этот район гетто в центре Рязани. А местные говорят, что о том, что здесь все еще живут люди, чиновники вспоминают только перед выборами. В перерывах же между зарабатыванием очков и голосов депутаты и чиновники предпочитают не знать или не помнить об этом месте. Вполне же логично, в оставшихся домах проживают в основном старики. А учитывая то, в каких условиях, естественного вымирания микрорайона ждать остается недолго.